Обычному зрителю его работу не видно, зато слышно. Для дирижера Михаила Тарасова этот мюзикл как экзамен. Спектакль «Багдадский вор» для начинающего иркутского маэстро – первая самостоятельная постановка. К ней он сам написал партитуру, добавил музыке ударные инструменты, как неотъемлемый атрибут загадочного Востока. Дипломированный специалист Московской государственной консерватории имени Чайковского, конечно, нервничает перед премьерой, но тем не менее. Пути назад нет, театральный продукт уже готов к выходу в свет. Для кого-то будет какой-то номер хитом, для кого-то он будет неинтересным, возможно. Мне кажется, в каждом номере есть что-то интересное для каждого зрителя. Этот спектакль – фантазия на тему взрослых сказок Ближнего Востока. С пышным и ярким оформлением, роскошными костюмами, фантастическими приключениями, превращениями и бесконечными танцами. Их постановки 22 и еще 33 песни. Не желается ли путь на песок ложиться. В центре событий нежная, трогательная история любви красавицы Фатимы и находчивого багдадского вора. Кстати, сам вор, как говорят создатели спектакля, совсем не отрицательный герой. Он положительный пример для зрителя и для самого исполнителя роли. Я похож на него в мечтах. Вообще сыграть героя – это мечта, по-моему, каждого молодого человека, тем более сыграть на сцене города Иркутска. Сыграть героя, который хочет изменить мир к лучшему. Это не значит, что он вор, что он ворует. Его так прозвали, что он такой смекалистый, шустрый персонаж. Мюзикл «Багдадский вор» был написан композитором Давидом Тухмановым и поэтом Юрием Энтином 21 год назад. И до сих пор исполняется почти во всех российских музыкальных театрах. Теперь спектакль есть и в репертуаре нашего музыкального театра. Ирина Агапончик, Николай Крупченко. Новости сейчас. Новости сейчас.